Уважаемые гости, здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы. Мы приветствуем вас на открытии нашей замечательной выставки, о которой уже было сказано очень много слов, поэтому мне бы хотелось уже, наконец, начать рассказывать, что же нас сегодня здесь собралось, для чего мы здесь. Ребята, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о прошлом, о прошлом каждой из наших семей, потому что буквально наши деды и прадеды, и прапрадеды, вот они пользовались всеми теми предметами и одевались в такую одежду, которая здесь сегодня у нас выставляется. Это очень интересно, вы можете посмотреть, потрогать даже, и какой-то у вас останется добрый след после того, как вы увидите эти предметы в литрах. Итак, зачем же нам с вами нужно знать историю? Вот как вы думаете, для чего нам это нужно? Ведь мы живем с вами, в принципе, у нас есть интернет, у нас есть очень много доступных информационных средств, и как бы в истории-то, наверное, мы не сильно, как будто кажется, и нуждаемся, да? То есть вот это не первая такая необходимость, особенно у молодых ребят, такой вот острой потребности нет. А история нам с вами нужна, знаете, для чего? Чтобы мы лучше понимали, кто такой русский человек. Мы же с вами русские. Чем русский человек отличается, допустим, от англичанина или от китайца? Вот что такого есть, что нас разделяет? Почему русский человек, он как-то вот обособлен, почему он особенный, да? И почему мы... да, вот какие вам приходят в голову ассоциации? Что такое русский человек? Поднимайте руки, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы мы с вами вот так сегодня пообщались. Русский дух, наверное, мы с вами слышали такое понятие, да? Что же это такое? Дело в том, дорогие ребята, что Россия — это очень большая страна, с разной культурой, с разными обычаями, и на таком огромном участке земли просто невозможно было бы ужиться одному такому единообразному народу. И вот мощным стержнем и фундаментом и цементом для всех этих 190 народов послужил тот самый русский дух, который был основан на православной культуре. И даже вот если мы с вами сегодня послушаем нашу речь, мы услышим очень много отголосков вот этих православных истоков, да? Например, слово «спасибо». Кто знает, как оно, ну, как мы его можем более подробно описать? Благодарим за что. Так, благодарим. А вот «благодарим» мы дарим благо, правильно? Да. Спасибо. Что такое? Спасибо. Спаси Бог, да? Да. Да, спаси Бог. Вот, и именно в этом слове, которое мы по многу-многу раз с вами произносим за день, проявляется пожелание спасения, это высшая такая христианская, так скажем, ценность спасения, да? Как наилучшего блага, да? Спаси Бог, спаси тебя Бог. Также слово «прощай», к примеру, когда мы с вами говорим друг другу «до свидания», мы говорим «прощай». А что такое? Откуда пошло? «Прощай». Что это такое? Пожалуйста. Это значит «прости». Прости меня, прости, правильно, прости, если я тебя обидел, потому что русские люди не хотели оставить у кого-то какого-то осадка. Мы часто ведем себя неправильно, можем кого-то обидеть, правильно? И вот это стремление ни в коем случае не обидеть своего ближнего, вот так вот относились к людям, да? Это проявляется и в нашем языке. Итак, православная вера, как уже было сказано, являла собой такой мощный цемент, который скрепил все эти 190 народов в той или иной степени. Безусловно, у нас есть и представители других культур, и другие религии, но это, в общем-то, они все согласились быть под скипетром нашего царя, батюшки, потому что русский народ, он служил Божией правде. Он не набивал себе карманы, а высшей ценностью было отстаивать правду, никого не обижать и нести эту идеологию в массы. Нести Слово Христово, вот как русский человек жил, да? Он руководствовался в своей жизни заповедями, которые были даны нам Господа. Какие вот есть такие заповеди? Это общепринятые правила, которые мы не должны с вами нарушать, мы не должны друг друга обманывать, мы не должны убивать никого, воровать и прочие такие совершать нехорошие поступки, которые обижают. И вот этими нормами руководствовался русский человек. Вот если мы с вами сейчас сравним немножко, вот как мы с вами живем, большие ли у нас семьи? Скажите, у кого, сколько братьев и сестер? Вот поднимите руки, сколько у тебя братьев и сестер? У меня плюс две двоюродных. Так. Пять человек. Пять человек, ну это считается по нынешним меркам большая семья. А у большинства, наверное, всего по два, ну максимум по три братьев и сестренки. Сокращается русская семья у нас. Так получается, раньше семьи были очень-очень многочисленны. Сейчас я вам объясню почему. Дело в том, что Россия это преимущественно северная страна. Мы живем в холодных таких суровых условиях, да? Давайте мы с вами представим. Вот если вы, ребята, окажетесь на севере. Вот представьте, у вас есть изба, света нет, электричества нет, интернета нет, отопления нет, канализации нет. Вот остались вот вы и стены вашей избы. Тяжело было бы жить одному? Наверное, невозможно. В одиночку, ну как, в магазинах нет и супермаркетах тоже нет, ребята. И денег нет. И денег нет, вот, да. Это точно. Вот представьте, как же нам было бы с вами трудно, наверное, выжить в таких условиях. А если у нас с вами большая семья, если у нас есть мудрые дедульки, бабульки, у которых мы можем спросить совет, да? То как нам было бы уже, наверное, проще, когда много-много братьев и сестер, родители и все в труде. Как мы с вами стали бы выживать? Вот наступит зима, не будет расти никакие овощи, да? Которые мы могли бы с вами скушать. Как нам с вами питаться? Купить мы не можем, так? Можно просто на зиму. Заготавливать, конечно. Нужно очень хорошо с вами потрудиться нам будет для того, чтобы как можно лучше забить наши погреба, чтобы можно было питаться, когда ничего не растет. Правильно? Хорошо. Но в одиночку это сделать невозможно, потому что христианский труд, он очень тяжелый. И большую часть населения России, большую часть, вот такой среднестатистический русский человек, он был, скорее всего, христианином. Потому что 80% это по минимальным меркам населения страны, это было христианство. Слово христианин было образовано от слова христианин. Вот так вот это тоже говорит нам о том, что православная вера очень мощно питала нашу культуру и оказала мощнейшее на нее влияние. Итак, в христианской семье, вот даже если мы зайдем с вами в христианскую избу, первое, что нам с вами бросится в глаза, был очень красивый такой угол, украшенный. Красный угол. Красный угол, совершенно верно. В этом углу ставились святые образа, святые иконы. И человек, который заходил в христианскую избу, в первую очередь снимал с себя шапку, хрестился святым образом, кланялся им и только после этого здоровался с хозяином дома и излагал суть своего вопроса. Зачем он, пожалуй? Вот такое было влияние православной веры. Семьи, как я уже сказала, были очень большие. И по большей части занимались христиане тяжелым физическим трудом. Это и огород, и скотоводство было. Но тем не менее, несмотря на всю такую тяжелую, круглодичную работу, все христианин делал исключительно своими руками. Всю посуду он вырезал из дерева или делал из глины. И вот мы с вами немножечко сейчас пройдем, я покажу и расскажу про предметы, которые у нас есть. Можно, наверное, прямо даже сейчас нам с вами пойти. Посмотрим. Давайте, чтобы как-то мы... Крестьянин делал только своими руками. Магазинов не существовало. И вот мы с вами видим, смотрите, видите, такие деревянные досочки. Давайте чуть-чуть мы с вами подальше отойдем, я вам покажу. Вот у нас здесь есть такие красивые досочки. Вот вы видите, это называется прялка. Есть сама прялка. Это те орудия, при помощи которых крестьянин изготавливал себе одежду. А как ведь было сложно изготовить себе вот какую-то рубаху, казалось бы. Вот вы представляете, нужно было посеять лен. Сначала рубахи делали, и не только. Вся одежда делалась из того, что вы посадили своими руками. Это был лен или конопля, в зависимости от того, где вы живете. То есть на юге развития была конопля, а на севере садили лен. Посадили лен, посадили красительные растения. Есть марена, которая красила в красный цвет, допустим, одежду. И различные другие травы, которые использовали в качестве красителя. Это помимо продуктов, которые мы должны с вами кушать. После того, как лен созревал, его собирали. Потом в течение нескольких недель его обрабатывали. Вымачивали стебли, очищали их. И потом получали из этих стеблей такое волокно. Ну, такое, знаете, как вот пучок нитей. Только из травяных нитей. И из этих нитей, такого вот комка, потом пряли ниточку. Сворачивали рукой, вручную. То есть вот на этих прялках закреплялся кусочек, вот этот вот пучок нитей. Вот такая копна. И из нее вот так вручную скручивалась потом ниточка одна. А наша с вами одежда, она состоит из множества, 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 множества ниток. Которые сотканы и переплетены. И раньше это все так же делалось вручную. И был изобретен ткацкий станок чуть позднее. Но тем не менее, первоначально вот все христианин делал. Как вы думаете, много уходило на это времени? Простую рубаху, чтобы нам с вами получить. Это же уйма, даже страшно представить. Но если мы с вами сейчас, когда повернемся и посмотрим на костюмы, вы увидите, как богато и красиво крестьянин украшал свою одежду. Как он расшивал ее. Давайте посмотрим с вами сейчас красными нитками. Сделана она из холщины. И прежде мне бы хотелось с вами немножко поговорить о том, что же такое русский костюм. Из чего он состоял? Самой главной основой русского костюма служила рубаха. Это первый слой. Она была и у мужчин, и у женщин. Одевалась поверх всего сперва рубаха. Следующим слоем у женщин служил сарафан или юбка. Панева. Ну, раньше она не называлась юбка, как сейчас, а панева. И вот мы можем с вами посмотреть, вот на некоторых наших экспонатах, видите, такая клетчатая юбка есть. Вот есть калужский костюм. Также панева у нас орловский костюм. Да, это второй был наш слой. Ну, и еще вы можете посмотреть, где клетчатая ткань. Это все панева. Что такое? Ну, давайте сначала о рубахе. Рубаха – это та одежда, которая служила основой любого костюма. Ее делали из цельного куска ткани, который был выткан, да? И делали прорези для головы. Он сшивался по бокам. И к нему нашивались рукава потом. Вот. Но так как целостность этого куска ткани была нарушена, его по запястьям и по вороту, и внизу мы тоже потом с вами посмотрим, его вышивали различными символами. Вот эта вышивка, она служила оберегом от нечистых сил. Потому что считалось, что когда нарушается вот эта целостность и нашего одеяния, то мы можем с вами пострадать от нечистых сил. Одежда имела очень большое значение для русского крестьянина. Но, тем не менее, он старался иметь не просто бытовой костюм. Вот, к примеру, мы с вами увидим. Видите, такая простая, клетчатая. Давайте чуть-чуть назад мы с вами отойдем, а то немножко неудобно мне показывать. Еще, еще, еще. Подальше, подальше, подальше. Чуть-чуть. Вот давайте вот на коврик мы все встанем, чтобы я могла пройти. Хорошо? Вот, смотрите. Костюм, он был нескольких видов. У нас с вами тоже есть повседневная одежда, которую мы носят. И то, что мы оденем на праздник. Также и у крестьянина. Был праздничный костюм. Был будничный костюм, в котором он трудился, работал. Который было не так жалко пачкать во время труда. Также существовало множество обрядовых костюмов, которые одевались по разным случаям. Допустим, случилось какое-то горе в семье. Кто-то умер. Нужно было, соответственно, одеться. Одеваться ярко и красочно было, ну, неприлично. И были горемычные костюмы, горевые. Они были из темных тонов, в основном темные ткани. И по этому костюму человек мог понять, что в этой семье произошло несчастье. Также, глядя, вот по внешнему виду у нас есть даже такая поговорка. По одежке встречают, а по уму провожают. По одежке встречают, человек видел, допустим, идет какая-то девушка. Как понять? Что можно было понять по ее внешнему виду? Можно было понять ее семейное положение. Замужняя ли она? Сколько у нее детей? Какой у нее род деятельности у ее семейства? Обо всем этом рассказывал нам костюм. Как я уже сказала, рубаха, и что самое интересное, в разных деревнях и в разных селах мы не сможем с вами найти одинакового костюма. Потому что вот в каждую вещь мастерица вкладывала собственное творчество. И ни одного одинакового стишка мы не сможем с вами отыскать. В разных губерниях России существовали свои обычаи, как эти костюмы оформлялись. К примеру, вот мы видим с вами Рязанская область, Рязанская губерния. Она отличалась тем, что все костюмы были очень красного цвета. Там было очень много красных тонов. И мы видим действительно красная рубаха, вот красный такой фартук, который назывался запон. Он тоже шел к этому костюму. И Рязанская область отличалась таким изобилием красного. Вот здесь мы с вами видим костюм с сарафаном. Посмотрите, ребята, видите? Вот здесь клетчатый такой сарафан, да, клетчатая рубака. Это вот будничная одежда, которую одевали в Архангельской области. Ее, в принципе, было не так жалко пачкать, поэтому вот она таких тонов. Вот, к примеру, здесь мы с вами видим Белогородская область, которая характеризовалась черной вышивкой. Вот по рукавам нашей одежды мы видим, что очень много черной вышивки. Вот в разных областях существовали разные такие вот варианты костюмов. Хорошо. Первый слой, как мы уже с вами определили, это был рубаха. Второй слой в женском костюме либо был сарафан. Вот я одета в сарафан. Либо это была юбка по нему. Третий слой был передник. Вот у меня еще здесь есть такой передничек. И насчет передника я бы тоже хотела сказать пару слов, потому что по его вышивке, которая есть, орнамент вышивки на переднике, можно было очень многое узнать о девушке. И вообще по вышивке. К примеру, если в семье рождалась девочка, то на переднике вышивалась птица. А если в семье рождался мальчик, то вышивался конь. И таким образом по переднику, это как визитная карточка такая, можно было очень многое о девушке узнать. Ну, значит, будет пять коней. Вот. То есть вот такое тоже интересное дело. Очень обильно использовались различные блестки. Плелись такие украшения. То есть рукодельницы были наши бабушки. И, к сожалению, многие промыслы, они не сохранились до наших дней. К примеру, вот если мы с вами посмотрим на вот этот костюм. Это Либетская губерния. Мы видим с вами кружево. Вот нашито на костюме много кружева. Давайте чуть-чуть с вами подальше, ребята, отойдем. Вот. И в 20 века, то есть когда пришла советская власть, очень много промыслов как-то постепенно сошли на нет. Потому что крестьянство как таковое, да, оно существовало вплоть до 20 века, а потом немножко видоизменилось. И поехало в города, трудиться на больших заводах, да. Вот. И многие промыслы были забыты. И в частности романовское кружево мы с вами сейчас, конечно, мы находим какие-то образцы его. И даже нашлись мастерицы, которые научились по старым образцам подобное кружево плести. Да, вот в Балаконской, к примеру, области также по старинному образцу плетут. Но, в общем-то, оно не сохранилось. Что? Давайте чуть-чуть еще, стамин назад, ребята, отойдем. Вот. Что еще хотелось бы сказать? До Петра Первого вся одежда у любого сословия была в России одинаковая. То есть и царь, и простой крестьянин, и какой-то кубец ходил в одинаковом фасонду одинаковой одежды. То есть не было никакого различия. Но с приходом Петра Первого был подписан такой указ, который запрещал всем сословиям, кроме крестьянства и духовенства, носить вот такую традиционную одежду. Таким образом, конечно, уже был нанесен сильный удар. Вот. И даже, что интересно, этот указ предписывал, когда в традиционной одежде представитель другого сословия, не крестьянства и духовенства, заходил, допустим, в города, он должен был платить большой налог за то, что он так одет. Таким образом, даже дворянство наше, в первую очередь, оно перестало одеваться на русский лад и стало перенимать постепенно модели западного образца. Так. Ну, бороды также насильно рубили, заставляли насильно вникать в иноземные, в западные, в частности, образцы культуры. То есть внедрялся кофе, который был нераспространен. А вы знаете, на самом деле, с большой аллергией русский народ раньше воспринимал такие вот нововведения. Потому что все новое, к нему относились с большой настороженностью. Очень почитался культ наших предков, преемственность от дедов и от прадедов. То те знания, которые передавались из поколения в поколение, они ставились за основу. И все нововведения воспринимались с аллергией. Поэтому петровские реформы в этом плане, конечно, ну, немножко приживались достаточно так болезненно. Итак, я предлагаю нам с вами, дорогие ребята, пройти вот к тому столу. Вот здесь, на этом, на этих столах у нас с вами, ребята, представлены предметы, которые находились в каждой русской избе. Вот, здесь мы с вами увидим и глиняные горшки, которые изготавливались собственноручно из глины. И это мог сделать абсолютно любой отец семейства. Это та посуда, в которой лучше хранилось молоко. Допустим, вот мы видим с вами кринки. В глиняных горшках готовилась еда в печи в русской. И, кстати говоря, до сих пор существует такое убеждение, что еда, приготовленная в глиняном горшке в русской печи, она обладает уникальным каким-то вкусом. Вот она намного лучше, почему-то и приятнее, чем то, что мы с вами варим в таких простых кастрюлях. Какое ендово, дети спрашивают? Ендово, да. Смотрите, ендово это такой сосуд, вот когда была какая-то большая трапеза, застолье, в ендово наливали квас, или может быть пиво, или какие-то винные напитки, да. И хозяйка дома проходила и разливала из ендовы по чашам, вот допустим, из таких вот чаш могли пить на Руси. Вот по таким примерно чашам наливали в них из ендовы напиток какой-то, и гости таким вот образом продолжали свою трапезу. Ендово после этого уносилось, вот мы видим, что здесь есть носик. Итак, как я уже говорила, все предметы делались практически все своими руками, и русский крестьянин был большим мастером по резьбе из дерева. И по украшению каких-то своих предметов быта. К примеру, существовал такой обычай, чтобы жених, который собирается взять себе невесту, да, он должен был ей сделать один большой такой вот собственноручно сделанный подарок. Он выстругивал из цельного куска дерева, из цельного куска дерева, вот обратите внимание, как это, наверное, было непросто, да. И после этого эту пряку он декорировал. Вот мы видим, что здесь очень, да, она очень... Нет, это северодвинская у нас такая роспись, да, которая была в Вологодской области распространена. Вот, и такой подарок жених должен был обязательно подарить своей невесте. И надо сказать, что девушки очень были довольны такому предмету. И вот мы видим с вами на картине, сцена у нас, называется посиделки, да. Что это такое? Ну, в одиночку прясть было достаточно, наверное, так скучно, уж чего тут говорить. Поэтому девушки стремились пригласить, допустим, какая-то хозяйка, она приглашала на посиделки всех своих подружек, которые брали прялки и шли к ней рукодельничать. И вот за приятной такой вот беседой они сидели и рукодельничали. И вот сегодня у нас с вами, наверное, показателем такого статуса, что является, что мы там очень модные, что у нас там все хорошо. Наверное, это какая-то модная одежда, да, или, может быть, айфон, или планшет, или что-то такое, да, то есть оно показывает, что значит... Айфон 10. Да, айфон 10 и так далее, да. А раньше вот таким айфоном, прототипом, я вам скажу, была вот такая вот прялочка, да. И чем наряднее, и чем красивее она была украшена, тем больше как-то вот радовалась ее хозяйка. Только как-то сломано. Да, ну, это очень старые, это у нас старинные экспонаты, это 19 век, конец 19 века, да, поэтому, конечно, они у нас не все сохранились хорошо. Но вы знаете, что еще хотелось сказать, на этом, на этом не заканчивались свадебные какие-то обряды, вот свадьбе вообще уделялось очень большое внимание в любой семье. То есть, вы понимаете, у нас сейчас как-то становится дозволенным, как будто выйти замуж один раз, потом передумать другой раз, потом передумать третий, и так вот. Это, конечно, не лучший пример для подражания, и такое было просто невозможно и недопустимо раньше на Руси, потому что выходил человек замуж или женился всего один раз и на всю жизнь. Поэтому, кстати говоря, подбором спутника для своих детей занимались исключительно родители. То есть, мы не сами с вами, мы могли бы с вами ошибиться, ну, что там, влюбился, ветер в голове, молодость, кровь горячая, можно и ошибиться, и недопонять что-то, не учесть жизненного опыта у молодого поколения не хватает. И поэтому подбором спутника жизни всегда занимались родители. Это было очень большое такое целое обрядовое действие. Жених дарил невесте прялку, невеста собственноручно шила рубаху, ткала, пряла, расшивала, украшала и дарила такую рубаху своему жениху. Отсюда у нас и выражение, какова пряха, такова и рубаха. То есть, по работе ее можно было определить, насколько она трудолюбива, ну и как-то вот, конечно, так же многое сказать. Вот, вот такие были, что еще хотелось сказать? Непосредственно перед замужеством существовал такой обряд. Невеста, которая еще не была замужняя, она могла ходить с одной косой. И по прическе, и по девичьей, и по головному убору мы также могли очень многое с вами узнать о девушке. Если у девушки была одна коса, значит, она еще не замужем. Если у нее вообще виды были волосы, то значит, она еще не замужем. Замужняя же женщина, вот непосредственно перед замужеством был целый обряд, эту одну косу расплетали. Невеста сидела в рубахах с длинными-длинными рукавами. Убивальная называется такая рубаха. И она вот убивалась, что ее такая свободная жизнь заканчивается, и теперь наступает жизнь семейная и очень ответственная. Расплеталась одна коса, заплетались две, и они убирались потом под различные головные уборы. Наиболее распространенным была такая своеобразная шапочка, она называлась повойник. И считалось, что с распущенными волосами вообще невозможно было увидеть девицу. Это был верх неприличия. И мы с вами можем точно так же, как невозможно было кого бы то ни было увидеть без пояса, которому уделялось очень-очень большое внимание. Любая рубаха, она всегда подпоясывалась. Наши предки даже ложились спать непременно в рубахе и непременно с поясом, потому что настолько боялись Бога. И вот мы же все с вами не знаем, когда наш час прозвенит, когда будет наш конец. Многие могут даже и во сне отойти, в другой, ну, ко Господу, да? Умереть. Да, умереть. И даже есть такое выражение, да, в чем, Господь так сказал, в чем застану, в том и сужду. В чем я вас застану вот в этот час вашей смерти, так я вас и буду судить. Поэтому наши предки даже старались спать, ложиться, максимально выглядев богочестиво, да? Вот, то есть пояс — это та деталь, которая всегда присутствовала на человеке. Он служил и оберегом от нечистых сил. И более того, как только ребеночек рождался, ему тоже сразу повязывали на животик пояс. Но вот здесь, кстати, очень интересно, потому что для детского здоровья, на самом деле, чтобы не было коликов, не было никаких проблем, да, очень полезно, чтобы животик также находился в тепле. Таким образом, пояс еще вот такую функциональную нес себе нагрузку. Соответственно, без пояса найти... И что интересно еще отметить, вот если мы увидим различные картины или в русских сказках, прочтем описание русалки или нечистых каких-то сил, да, то мы обязательно с вами прочтем такую деталь, что она будет без пояса. Распоясцы и распущенные волосы — это верх неприличия. Такое было недопустимо на Руси. Вот сегодня, наверное, вы все знаете, что та ткань, которая делается своими руками, она, наверное, будет очень дорого стоить, потому что она очень много труда человеческого занимает. Ведь на современных ткацких станках за одну секунду можно получить целые метры ткани уже готовой, да, вот эта механизированная технология. Вот. А раньше вот эта одежда, над которой столько работали наши бабушки и прабабушки, да, она считалась дармовой, то есть она ничего считалась не стоила, она не была абсолютно ценной. А ценными были фабричные ткани. Вот у меня костюм как раз праздничный, нарядный такой костюм, он полностью сделан из фабричной ткани. Вот. И считалось, что эта ткань, она очень дорогая, она была достаточно редкая, ее было сложно найти, да, и такую ткань можно было получить на перевозных ярмарках, которые проезжали по деревням и селам. Вот. И, конечно же, все деревенские, так скажем, модницы, они стремились вот постараться как-то вот такую ткань себе приобрести. И у Архангелогородцев, девушек, для них голосов, тоже белые, да? Ну, у северных, да, у северных, да, у северных, да, у северных, да, у северных народов, кстати, ну, это, да, преимущественно светлые, светлые волосы. Ее нужно было стирать в машинах, нет, стиральных. И на это к нам на помощь приходила стиральная доска. Ну, вот мы, допустим, то есть это просто доска, бралась ткань, и она вот так вот, как на терке терлась, таким образом отстировались какие-то загрязнения, да? Но после того, как мы с вами рубаху постираем, ее хотелось бы, наверное, еще разгладить. И до тех пор, пока не появились утюги, существовали специальные такие доски, которыми катали, раскатывали эту ткань, вот. Но у нас, к сожалению, такой доски нет. Но есть у нас утюги. Давайте посмотрим, что это за утюги. Давайте я возьму, наверное, руки и вам продемонстрирую. Так, прошел. Отойдите, пожалуйста, назад, чтобы всем было видно. Хорошо? Назад, 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 назад. Все, отлично. Вот. Вы можете сейчас даже потрогать. Вот давайте, подержите. Это портняжий утюг. Передайте по рукам, да? Как он по весу? Как впечатление? Наверное, можно хорошенько мышцы накачать. Видите, какой он тяжелый, этот утюг, да? Так, а где он тяжелый? Ну, это маленькие, они были разного размера, да? Ну, давайте, после, после, сейчас, чуть-чуть попозже, вы сможете сами посмотреть их, да? Вот, такой утюг ставился в печь, раскалялся, то есть он был очень-очень горячий. Он сделан из чугуна. Чугун такой тяжелый металл, да? Вот. И такой утюг, после того, как он в достаточной мере нагреется, его брали специальными прихватками и, соответственно, проводили влажку. Ну, это уже такой более... Современный. Нет, это более такой удобный вариант. Но существовал еще вот такой углевой утюг. Это тот утюг, у которого есть крышка, и внутри он пустой. Специальная тут есть полость, но вот они у нас, к сожалению, немножко, вот видите, я вот так приоткрызла. Да, да. Вот сюда, как вы думаете, что сюда мы складываем? Углевая. Да, ну, конечно, углевой, это, да, можно доказать. И вот закладывались в такие утюги угли и наши предки, да, и вот так вот разглаживали. Что интересно, утюги достигали своим весом до 12 килограмм, а иногда даже больше. Вот представляете, какой силой нужно было обладать для того, чтобы привести свою одежду в порядок. Ну, и нужно сказать, что к одежде, конечно, относились очень бережно, потому что ее потом отстирывает, разглаживает, ну, замучаешься. Но это, конечно, наших предков не пугало. Назад отойдем? Ага, хорошо. Чайников не существовало. И в России, да, был изобретен такой вот прототип, прадед нашего чайника, самовар. А кто знает, как он устроен? Что там такое внутри? Почему? Это как пароварка. Да, вот для чего, к примеру, на этом самоваре труба? Это пароварка. Мы хотим, чтобы... Дым. А куда... Каким образом дым там оказывался? Там сапога. Там пароварка. Вода это... Вода накрывалась и превращалась в пароварку. Да, смотрите, ребята. Действительно, труба была необходима для того, чтобы отводить дым. А само устройство нашего самовара... Это крышка. Да. Вот смотрите. А как у нас пароварка? Вот здесь есть у нас полость такая вот, да? Сюда загружались угли. Настапливали шишками, мелкими щепочками, да? Разжигался внутри этого самовара огонь, да? А по кругу наливалась вода, которая кипятилась таким образом, да? И после того, как у нас эта вода скипятится, ее через краник можно было налить по чашкам. Так, что еще хотелось бы... Ребят, давайте назад, 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 пожалуйста. Сейчас вы сами еще немножечко все посмотрите, да? Вот, что еще хотелось сказать. Наши предки, они очень-очень дорожили сказанным словом. И всегда они старались, чтобы слово с делом не расходилось. И считался тот благочестивым, тот семейство благочестивым, таким достойным, где слово с делом не расходилось. К сожалению, у нас такое... Ну, иногда бывает, согласитесь. Иногда что-то можем не доделать, можем что-то забыть и все такое. Но вот у нас раньше такое было невозможно. И есть такое выражение «стереть в порошок». Кто знает, вот я вам немножечко намекаю, что «стереть в порошок» связано с тем, чтобы держать слово. Я вам расскажу, наверное, я думаю, наверное, не знаете. Смотрите, в старину купцы, купцы, когда записывали долги какие-то, вот кто-то приходил, занимал у купца какую-то сумму, например, да? Он записывал этот долг на специальную такую доску мела. И считалось, что когда человек, допустим, не исполнял своих обязательств и не сдержал свое слово, то его фамилию, его имя, его долг просто стирали в порошок. То есть вот эти крупицы мела стирали в порошок. Для чего это было сделано? Таким образом, купец оставлял этого человека на суд Божий. То есть он прощал ему этот долг, да, и говорил таким образом, что «Бог тебе судья, тебя Господь за это будет судить, вот за то, что ты вот меня обманул, там, и как-то не доделал». И вот этот страх Божий, да, он был очень-очень, конечно, естественный для русского человека. Вот у нас как сейчас бывает, что если кто-то не видит, что мы делаем, то мы считаем, что «ах, можно это сделать, никто ж не видит, да? Можно здесь хитрить, можно здесь там что-то как-то, да, не доделать». Раньше такое было невозможно, потому что человек понимал, что Господь, Он всех нас видит. Что бы мы ни сделали, все равно от Бога ничего не удаим. Только жалко, что там же камер. Камер не было, но у нас есть, знаете, такая камера, которая все, в общем-то, видит. Вот. Хорошо. Что еще хотелось сказать? Ну вот здесь мы видим с вами, что очень много различных промыслов было в России. Это и хохландская роспись, которой украшалась деревянная посуда, да? Это и жестовская роспись. Ей преимущественно украшались такие вот жестяные железные подносы. Эти промыслы, они появлялись в разных регионах России, да? И, как правило, ими занимались целые деревни. То есть как-то вот это настолько было развито, что целые деревни и села занимались росписью. После этого такие вот предметы отправлялись на различные ярмарки, которые кочевали по стране. И таким образом распространялись по всей России. Еще хотелось сказать пару слов о самоваре. Вот с советских лет, с 20 века, самовары стали делать на фабриках, на заводах. А до 20 века, вот у нас, например, есть 19 века самовар, его полностью делали мастера своими руками. То есть никаких машинных приборов здесь не использовалось. Вот это тоже очень интересная деталь. Ну вот представьте. Никакой химии не было. Ну, химии-то, конечно, не было. Все было такое естественное и натуральное. Итак, ребята, ну а сейчас, я думаю, что после... Сейчас я бы хотела с вами послушать, узнать, как вы меня слушали, и провести небольшую викторинку, если вы не возражаете. Давайте немножко с вами назад отойдем.